Что такое имущественные налоги? Каков их размер? Как оплатить не выходя из дома? Как не переплатить? И что будет, если пропустить срок уплаты налогов? Обо всем этом поговорим сегодня в городе Эс. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. У кого будем добывать информацию? К нам в студию пришла Татьяна Сидорова, начальник отдела налогообложения и имущества УФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что можно предположить, что не все люди знают, что такое имущественные налоги. И, наверное, начнем с ликбеза. Что входит в это понятие? Да. Имущественные налоги – это налог на имущество физических лиц, это транспортный налог и земельный налог. То есть у нас три вида налога, и все это называют имущественные налоги. А платильщиками имущественных налогов, как уже понятно, что это физические лица. По налогу на имущество, что у нас является объектом налогообложения, это квартиры, это комнаты, это дома, это машиноместа, это гаражи, это хозяйственное строение, это садовые домики. Если они зарегистрированы в регистрирующих органах, у них присутствует налоговая база, то есть кадастровая стоимость. По земельному налогу – это, соответственно, земельные участки. Земельные участки у нас бывают разные. Это как садово-огородические товарищества, это земля-сельхоз назначение в нашем случае, в деревнях это паи, у которых, я думаю, что у многих это есть. Но транспорт, налог, соответственно, это транспорт. Платильщики налога у нас уплачивают транспортный налог. Хотела бы сказать, нет, немножко не так. У нас платильщики налог, как есть платильщики, так и есть льготные категории. Льготные категории у нас определены. Опять же, это порядка 15 льготных категорий по транспортному налогу. Это пенсионеры, это 50%, это инвалиды, это участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, это у нас ликвидаторы Чернобыльской АЭС, это у нас многодетные семьи. Полностью льготу можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Ставки льготы по имущественным налогам». А давайте мы все равно про льготы еще с вами поговорим подробнее, потому что это вопрос такой очень важный и сложный. Я хотела только уточнить, вы сказали, транспортный налог – это транспорт. Ну, мы вот город речной. Является ли водный транспорт также? Конечно, конечно. Водный транспорт однозначно является объектом налогообложения только в том случае, если мощность транспортного средства, в частности, моторной лодки, стоит более 5 лошадиных сил. До 5 лошадиных сил транспортным налогом лодки не облагаются. То есть владельцы котиров тоже оплачивают транспортный налог? Конечно. Ну, я знаю, что в налоговом законодательстве изменения происходят, ну, не так уж редко, скажем так, да? Да, можно сказать, постоянно, да. Вот что в сфере имущественных налогов в 2021 году появилось нового? Ну, хотелось бы немножко порадовать налогоплательщиков в наши налоговедомления. Налоги отменены? Нет. В наши налоговедомления вернулся срок уплаты имущественных налогов 1 декабря 2021 года. В прошлом году, если многие помнят, срок уплаты там была просто ссылка на статью налогового кодекса, в этом году решили упростить. То есть налоговедомления у нас содержат срок уплаты. Это первое, что, ну, я думаю, что это значимо, чтобы не было лишних вопросов при получении налогового уведомления, а когда платить называется. А второе, что у нас есть проактивный порядок представления льгот. И если раньше у нас были пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды всех категорий, то есть о них поступали сведения с пенсионного фонда, в этом году к ним добавились еще у нас участники боевых действий. И еще у нас появилась одна льгота, в этом году мы уже применяем эту льготу, это газомоторное топливо. Это природный газ, который метан, и льгота представляется следующая. Если транспортное средство полностью работает на метане, то 100%. Если же 50 на 50, то 50 на 50 представляется льгота. Это, в общем-то, ну, три таких значимых изменения. Еще у нас была пересмотрена кадастровая стоимость, была переоценка в прошлом году, в которой мы применяем для семейно-населенных пунктов. Вот, пожалуй, так вот. Про газ прям какая-то ошеломила меня новость. Интересно, в связи с чем это? Ну, я так думаю, что... С экологией? Ну, да, это с экологией, конечно же, связано. А это популяризация, так скажем, газомоторного топлива. Опять же, обращаю внимание, это не пропан, это метан. Когда налогоплательщик будет обращаться за льготой, я просто настоятельно советую заглянуть в паспорт. На каком же все-таки топливе его средства ездят. Ну, а теперь, наверное, пришло время про льготы поговорить. Вы коротко рассказали уже. Вот какие федеральные льготы предоставляются при исчислении налогов? Мы же сейчас будем за 2020-е уплачивать, правильно? Да, совершенно верно. У нас много федеральных льгот. Для пенсионеров это по одному объекту из каждой категории квартиры или комнаты. Жилой дом или дачный домик. Это хозяйственное строение или сооружение. Это гараж или машинное место. То есть каждый налогоплательщик может выбрать, если, допустим, у него две квартиры, он выбирает, ну, какая ему больше понравится. Да, ну, он может выбрать сам, но у нас есть налоговый автомат, который, естественно, представляет льготу на наибольшую сумму исчисленного налога. То, что по земле, опять же, пенсионеры, для них представляется льгота федеральная. Это 6 суток. То есть, если, допустим, земельный участок составляет менее 6 суток, соответственно, сумма налога не исчисляется. И если земельный участок больше 6 суток, вычитается 6 суток, а на оставшиеся сутки, там, сколько, 3, 4, 5. На оставшиеся полсутки. Да, на оставшиеся полсутки начисляется сумма налога. По транспортному налогу пенсионера это 50% от суммы исчисленного налога, если транспортное средство менее 100 лошадиных сил. То есть если транспортное средство 100 и 5 лошадиных сил, льгот уже не представляется. Есть у нас категории, это, опять же, участники, это герои, это чернобыльцы, это многодетные семьи. Это у нас, в принципе, порядка 15 категорий налогоплательщиков, которые пользуются федеральной льготой. А давайте про многодетные семьи сразу поговорим. Вот у них какие льготы федеральные будут? У многодетных семей федеральная льгота это по налогу на имущество. У нас налог на имущество рассчитывается следующим образом. Облагается неполная сумма, не полностью вся квартира, а вычитается, то есть необлагаемая налогом сумма стоимости 20 квадратных метров. Это с каждой квартиры. Или же жилого дома, это 50 квадратных метров. Для многодетных семей. Если многодетная семья владеет жилым домом, то на каждого ребенка, который не достиг 18 лет, предоставляется дополнительный вычет, это 7 квадратных метров. Если же семья владеет квартирой, то это 5 квадратных метров. Как правило, у нас многодетная семья считается от трех детей и выше. И получается, что дополнительно предоставляется льгота по жилому дому 21 квадратный метр, по квартире 15 квадратных метров. В общем-то, это неплохая льгота. То, что касается земли для многодетных семей, им предоставляется льгота точно так же, как и пенсионерам. Это 6 суток. То есть, если земельный чашка 6 суток, естественно, многодетная семья не платит земельный налог. И еще у нас льгота по транспорту. У нас вообще все категории по транспортным средствам в Самарской области льготируются легковые машины до 100 лошадиных сил. Для многодетных семей пошли навстречу, сделали 110 лошадиных сил, потому что все-таки семья большая. Да, и машина может быть больше, да. И могут быть предоставлены дополнительные льготы многодетным семям. На территории Самары у нас льготами пользуются многодетные семьи до федерального льгот. По земельному налогу пользовались. И в Тольятти пользовались многодетные семьи льготами по земельному налогу. Поэтому, если, допустим, льгота у нас предусмотрена как федеральная, так и местная, эти льготы суммируются. Суммируются льготы. Ну и можно предположить, что семья многодетная, она ведь, вы правильно сказали, от трех человек, но детей может быть трое и семеро. То есть получается, что чем многочисленнее семья, тем у них автоматически... Да, тем у них больше вычет. Ну вот. Хорошо, когда семьи многодетные. Да. Ну и все-таки, еще раз, может быть, стоит сказать, где находится подробная информация о действующих налоговых льготах, вот в том числе и муниципальных. У нас вся информация содержится на сайте налог.ру, раздел «Сервис» у нас «Ставки льготы по имущественным налогам». Достаточно туда зайти, набрать наименование муниципалитета, где находится объект, и все ставки льгота можно там увидеть. Татьяна Викторовна, только что поговорили с вами по многодетным семьям. Есть у вас цифра, сколько многодетных семей льготами пользуются в регионе? В этом году у нас, по-моему, порядка 40 тысяч многодетных семей. У нас по многодетным семьям сведения представляется от Министерства демографии. В этом году нам где-то чуть больше 40 тысяч предоставили сведения о том, что у нас есть многодетные семьи. Если вы опоздали к началу программы, мы сегодня говорим об имущественных налогах. А в студии Татьяна Сидорова, начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области. Льготы есть, это здорово. А есть ситуации, когда льгота может быть утрачена? Да, есть такие ситуации. Если, допустим, налогоплательщик ему предоставил как инвалиду, инвалидность может быть как бессрочной, так и срочной. То есть налогоплательщик приходит, вернее, не подтвердил свой статус инвалида, соответственно, льгота у него убирается. Есть такие случаи. Опять же, многодетная семья, она не может быть для бесконечности. Дети растут. Растут. Вот, поэтому детки вырастают, и когда третьему ребенку, так скажем, становится больше 18 лет, естественно, семья не теряет статус многодетной семьи, и льгота действует, прекращается. Вот вы рассказывали про льготы для пенсионеров и предпенсионеров. Честно говоря, я первый раз услышала эту формулировку «предпенсионеры», а что здесь имеется в виду? А кто такие предпенсионеры? По предпенсионерам к нам сведения поступают из пенсионного фонда. То есть налоговая служба, она по большому счету является калькулятором. То есть у нас сведения поступают, допустим, аналоговой базе от органов регистрации, а сведения о льготниках поступают от различных структур, в частности, пенсионного фонда. И поэтому относится налогоплательщик к категории предпенсионер или не относится, а здесь уже решает пенсионный фонд. А для той и другой категории льготы одинаковые? Абсолютно одинаковые. Теперь вот услышала у вас уже выражение проактивный порядок. Что это такое, в каких случаях он применяется? Проактивный порядок – это без участия налогоплательщиков. То есть в этом году, если в прошлом году к нам выгружали сведения с пенсионного фонда о пенсионерах, где-то порядка глубина выгрузки была 3 года, в этом году к нам выгрузили всех. То есть для того, чтобы мы сверили те сведения, которые есть у нас, сведения пенсионного фонда. Также пенсионный фонд нам выгружает сведения об инвалидах всех категорий. И в этом году у нас добавились еще участники боевых действий. Еще у нас в Министерстве демографии, как я уже говорила, который представляет в свете многодетных семей. И мы уже в автоматическом порядке представляем льготу. Здесь хотелось бы еще раз сказать о том, что льгота, да, может она предоставится в автоматическом порядке, то есть проактивный порядок представления льгот. А может налогоплательщик прийти сам. То есть по каким-то причинам, только ведомым ему, он пишет заявление о том, что он хотел бы получать льготу по этому объекту, а по соседнему объекту отказывается. — Хочу еще раз уточнить, правильно ли я поняла. Ничего заявлять не нужно вообще теоретически про льготу, да? Они так или иначе, у вас есть сведения, они так или иначе будут исчезать. — Да. Но бывает, что налогоплательщик является льготником в его понимании, то есть у него есть определенные документы, которые подтверждают право на льготу, но по каким-либо причинам сведения к нам не поступили. Поэтому если вдруг возникли сомнения, то можно прийти в любой налоговый орган, написать заявление, либо предоставить документы, либо не представлять. То есть служба сама запросит в той организации, в которой укажет налогоплательщик, сведения, подтверждающие его статус. — То есть нет таких льгот, которые требуют специального заявления? — Нет. — Вопрос по поводу того, кто оплачивает налоги. Вот, например, если земля или недвижимость зарегистрированы на несовершеннолетнего ребенка, что у нас, в общем, тоже практикуется, кто здесь является налогоплательщиком? — Налогоплательщиком является несовершеннолетний ребенок, а платят за него налог родители или же, если нет родителей, то опекуны или попечители. То есть у нас нет такой группы освобожденных налогоплательщиков, как несовершеннолетние дети. Если есть собственность, любой гражданин Российской Федерации обязан платить налог, если он не относится к льготной категории. — Вот вы сказали, что может случиться такая ситуация, человек либо не согласен, либо, может быть, на самом деле каким-то образом сведения не поступили, и льгота не начислена. Так ли необходимо идти непосредственно лично в инспекцию? Сейчас ведь все-таки у нас, слава богу, с помощью интернета, личного кабинета можно... — Да, конечно. У нас в личном кабинете есть различные жизненные ситуации, то есть жизненные ситуации, когда заходит человек, то есть у него возникает какой-то вопрос. В личном кабинете присутствует налоговый автомат с перечнем вопросов, и путем, ну, когда человек задает определенный вопрос, естественно, автомат ему дополнительный вопрос задает. То есть получается, что с помощью налогового автомата заполняется форма, и уже вот эта форма идет на рассмотрение в тот налоговый орган, куда обратился налогоплательщик. — В какой срок необходимо представить информацию о выбранном льготном объекте? Вот вы сказали, что до 1 декабря, да, налоги должны быть уплачены? — До 31 декабря, пожалуйста. Мы пересчитаем всегда налог. — То есть по календарному году, получается? — Да, конечно. В общем-то мы всегда идем навстречу налогоплательщику, мы никогда никому не отказываем. Если вдруг так получилось, налогоплательщик увидел налоговое уведомление, он не согласен, пожалуйста, приходите, пересчитаем, проблем не будет. — Ну вот теперь про налоговое уведомление, которое он увидел. Что такое налоговое уведомление, как правильно его исполнить? — Налоговое уведомление у нас состоит из нескольких частей. Верхняя часть налогового уведомления — это фамилия и имя отчества плательщика, это НН налогоплательщика, это срок уплаты в этом году. С правой стороны находится адрес направления налогового уведомления. Если налогоплательщик подключен к личному кабинету, то адреса нет, а просто налоговое уведомление направляется в личный кабинет налогоплательщика. такая фраза. И три раздела. Это транспортный налог, это налог на имущество, это земельный налог. В каждом разделе указываются те объекты налогообложения, которые есть у налогоплательщика. Если у налогоплательщика только один объект налогообложения, земля или транспорт, или квартира, заполняется только один раздел. Соответственно, налогоплательщик получает от налогоуведомления с одним разделом. Под каждым разделом у нас находятся платежные реквизиты. Если раньше у нас налогоуведомление формировалось вместе с платежным документом, то есть всем привычное уже, то теперь налогоуведомление упростило, чтобы было и проще платить, и более понятно. То есть транспортный налог, раздел транспортного налога, там указывается транспортное средство, лошадиные силы, сумма налога, ставка налога, опять же, период владения. И под уже разделом транспортного налога реквизиты для уплаты, то есть там QR-код или штрих-код, пожалуйста, подходите к банкомату, если не к банкомату, то к операционисту в банке, и легко это платится. По налогу на имущество, соответственно, указывается адрес объекта, кадастровый номер объекта, квартира, это жилой дом, то есть номинование объекта, налоговая база, налоговая база указывается о вычетах 20 или 50 квадратных метров, опять же указывает ставка налога, период владения и сумма налога. По земле у нас получается это наименование объекта, естественно, земельный участок, кадастровый номер, у нас еще следующая будет налоговая база, опять же, найдет, если вдруг налогоплательщик является, относится к льготной категории, то, естественно, найдет налоговая база за минусом уже налогового вычета, то есть 6 соток, федеральная льгота, которая, соответственно, период владения, доля в праве собственности и сумма налога. То есть, в общем-то, все достаточно понятно и все прописано, да? Все достаточно понятно и просто. То есть, еще бы хотелось отметить, вот что, если вдруг что-то непонятно, и если есть у налогоплательщика личный кабинет, то у нас там есть формула расчета. Да, то есть, можно зайти в личный кабинет и посмотреть, как рассчитывался налог. Тогда останется вообще все понятно. Да просто какие-то великие математики, наверное, все считают. Татьяна Викторовна, ну а если все-таки предположить... Во-первых, это же, наверное, можно и из дома сделать, я имею в виду, оплатить. Конечно, конечно, конечно. Ну а если все-таки предположить, что у кого-то нет личного кабинета, то где ему получить налоговое уведомление? Если у кого-то нет личного кабинета, то Почта России. То есть, все письма у нас уходят заказными, печатаются налоговое уведомление с централизованной в Нижнем Новгороде. Из Нижнего Новгорода поступает уже отделение Почты России по месту регистрации налогоплательщика. Хотелось бы на это обратить внимание. Вот здесь, да, может быть. По месту регистрации, но если вдруг налогоплательщик у нас зачастую просто зарегистрирован где-то там, может быть, в другом регионе, может быть, где-то на территории Самарской области, но проживает в городе Самара, поэтому ему можно обратиться, опять же, в любой налоговый орган и написать заявление о адресе взаимодействия с налогоплательщиком для того, чтобы не было и у налогоплательщиков сомнений получал он, не получал налоговое уведомление. И в налоговой службе было проще работать с налогоплательщиком. Ну, я так понимаю, что если даже он и получал от уплаты, это его не освобождает. Никоим образом. Знаете, вот всем интересно, а как устанавливаются вообще ставки и льготы по имущественным налогам? У нас существуют, вернее, имущественные налоги, они делятся на региональные и местные налоги. Региональный налог это транспортный налог, у нас устанавливается правительством Самарской области, да, и есть налог на имущество и земельный налог. Все постановления и решения, которые у нас выносятся органам местного самоуправления. То есть это даже не район, а именно тот населенный пункт, где находится земельный участок или же объект недвижимости. Опять же, возвращаемся в ставки и льготы по имущественным налогам, налог.ру. Смотрите выше. Да, там все муниципалитеты, которые у нас есть на территории Самарской области, 314 муниципалитетов, все ставки и льготы, все решения полностью там есть. Вот еще раз хочу вернуться к тому, что вы сказали, в налоговом уведомлении есть прописаны все налоги, все суммы уплаты. То есть получается, что уплатить налоги можно с помощью единого платежного документа. Ну это немножко разные вещи, потому что платежный документ, который указан в налоговом уведомлении, он уже подразумевает все реквизиты, необходимые для уплаты конкретного налога. А единый налоговый платеж, это немножко другое. Единый налоговый платеж, можно заплатить целиком все три суммы налога. Этот... Одним платежом. Да, совершенно верно, одним платежом. И при наступлении срока уплаты, эта сумма уплаченного уже единого авансового платежа, она уже просто идет в счет погашения численных сумм налога. А в чем удобство вот такой системы? Ну, во-первых, у людей бывают разные жизненные ситуации. Сегодня, значит, у него есть определенная сумма для уплаты налогов, а когда наступает период 1 декабря, этой суммы может не быть. Поэтому здесь можно платить авансом. То есть, ну как обычно, разбивается квартплата, да, мы ее уже ежемесячно платим, правильно? За воду, за свет мы все платим ежемесячно. Здесь можно платить ежемесячно. Здорово. Вопрос, наверное, очевидный вам, да? По неуплате. Вот наступила декабря, 1 декабря налоги мы не уплатили. Собственно, что будет дальше? Ну, вы знаете, там в зависимости от суммы налога неуплаченного, да, меры будут, могут быть очень серьезные. Вот. И в первую очередь это пение, конечно, это не особо приятно. То есть, мало того, что заплатишь налог, еще и пение. В общем-то, не хотелось бы этого делать, поэтому, опять же, 1 декабря всем надо заплатить налоги. Но если вдруг кто-то не заплатил налог, естественно, налоговая служба просто так не оставит этого налогоплательщика. Она будет к нему предельно внимательно, направит ему требование. Если требование не будет оплачено, деньги будут списаны с банковского счета. Может быть наложен арест на имущество, если вдруг так случится, и налогоплательщик решит продать свое имущество, а он это сделать просто не сможет, потому что наложен арест и неуплату. Это временные ограничения выезда за пределы Российской Федерации, то есть летний отпускной период можно никуда не поехать. Пожалуй, это все основные, которые есть. Печальные перспективы, да. Но если все-таки предположить какую-то критическую жизненную ситуацию, такое, наверное, бывает. Есть ли возможность каким-то образом отсрочить уплату налога, если человек понимает, что вот сейчас у него прям беда-беда, а через какое-то время? Я думаю, с этим вопросом стоит обратиться в ту инспекцию по месту регистрации, и я думаю, что там каким-то образом разъяснят налогоплательщик, как выйти из этой ситуации. Татьяна Викторовна, спасибо. Я только единственное, может быть, еще в конце хотела бы задать вопрос. имущество, которое человек имеет, и на которое начисляются налоги. Ему нужно об этом каким-то образом заявлять? Или все это автоматически поступает в ресурсы налоговой службы? Во-первых, да, у нас в обязательном порядке ежегодно до 15 февраля, то есть это управление Росреестра, это ГПТТ, в обязательном порядке, сведения о имуществе все представляются. Но бывает так, что сведения не поступают ни первый год, ни второй, ни третий год, и налогоплательщик просто у него есть обязанность в обязательном порядке прийти в службу и написать заявление о том, что сведения о объекте, который ему принадлежит, отсутствуют в базе данных налоговых органов, потому что это штраф. То есть если он не увидел в личном кабинете налоговом и давлении какого-то имущества, то ему стоит об этом заявить. Татьяна Викторовна, спасибо огромное, я думаю, мы все постараемся быть добросовестными налогоплательщиками. Это был город Эск, к нам приходила Татьяна Сидоров, начальник отдела налогообложения и имущества УФНС России по Самарской области, и мы сегодня выяснили, что срок уплаты имущественных налогов 1 декабря. Спасибо большое. До свидания. Увидимся в городе Эс. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова